здравствуйте друзья в этом выпуске новостей от прям поговорим о кризисе на некоторых европейских рынках узнаем в каком городе мира жить лучше всего а затем несколько слов о территории которая вроде как страна а вроде как и нет для начала отправляемся в швецию не то чтобы недвижимость в этой стране сильно нас интересует такого нет и по сути никогда не было но пришедший оттуда факт это важная характеристика текущего момента и не только в скандинавской стране один из министров трекранур заявил на днях государства уже готовы вмешаться в ситуацию на рынке недвижимости а что там собственно за ситуация выросли процентные ставки есть реальный риск банкротства компаний которые занимаются коммерческой недвижимостью но пожалуй самое главное накопились большие даже огромные долги у домохозяйств как и почти вся европа шведы последние годы активно пользовались дешевыми кредитами и сейчас 80 процентов долга граждан приходится именно на жилье тут еще надо понимать что швеции в этом смысле не очень хорошая история в начале 90-х на местном рынке недвижимости были схожие проблемы и вот тогда они привели к кризису всей экономики и сейчас количество сделок сокращается а цены за год к середине весны с учетом инфляции упали почти на 20 процентов ситуация в швеции конечно не совсем типичная и она даже намного хуже чем скажем в других европейских странах но мы видим в старом свете кризис в недвижимости уже требует вмешательства государств ну а для обывателя со стороны главный факт жилье и коммерческие объекты и кстати не только в швеции становятся в цифрах во всяком случае более доступными каком городе лучше всего жить экспатом свое мнение на этот счет опубликовала издание за экономист их исследование охватило в этом году аж сто семьдесят три города оценивали уйму всего образование здравоохранения безопасность стабильность экономическую политическую но при этом не делали никакой поправки на стоимость жизни это важно поскольку в итоге получилось что наверху города из успешных богатых стран первое в рейтинге вена австрийская столица получила максимум по всем параметрам кроме стабильности безопасности в таблице вы видите и другие мегаполисы вошедшие в первую десятку вообще за год благодаря и окончанию пандемии и прошлогоднему росту цен на энергоресурсы общие показатели этого рейтинга улучшились в том числе за счет улучшения данных в небогатых но зависящих от цен на нефть странах то есть формально жить в мире стало вроде как лучше но вот безопасность она снизилась и кстати в первую очередь в городах европы причиной за экономист называют внутренние волнения эксперты считают что на уровне жизни реально сказались протесты связанные с безработицы и ростом цен ну вот например мои друзья из разных стран европы особой проблемы в этом не видят но тут каждому свое ну а на противоположном конце списка столицы и крупные города ближневосточных и африканских государств них вообще все параметры оказались сильно ниже средних самые скверные оценки у сирийского дамаска где нет ни стабильности не что еще хуже особых перспектив москва в рейтинге кстати 96 еще раз напомню всего городов 173 ну а теперь о северном кипре в начале июня я посетил эту частично признанную территорию сразу оговорюсь сделал это совершенно законно то есть предварительно прилетел ларнаку и уже оттуда перейдя пешеходную границу в никосии и вот мы провели несколько дней в кирине и фомагусте снтп изучали специфику здешней жизни здешнего рынка не претендую на объективность но некоторыми мыслями впечатлениями хотел бы поделиться место конечно благодатное волшебное море много зелени правда мне не показалось что ее уж прямо намного больше чем на кипре южном хотя такое мнение распространено где-то больше где-то меньше что безусловно там много очень много не освоенной земли то есть имеется пространство под строительство понятно что непризнанный статус по-прежнему обуславливает определенные ограничения но возможность строить в роскошных по крайней мере по природным характеристикам местам объясняет почему суда массово устремились турецкие компании турецкие девелоперы у себя на родине их возможности существенно ниже а как строительная компания мы обратили внимание на северный кипр потому что это развитие для нас очень большое если сравнивать с турцией салане непосредственно то здесь стандарты строительства усложнились и элементарно нету просто земельных участков под строительством и спрос на северном кипре растет стремительно за последние два года происходящее можно сравнить разве что с тем что было в турции и русская речь слышно везде это место хотя и не признанное но во многих смыслах безопасное сюда просто приехать и относительно той же турции легко остаться имея недвижимость собственности или даже арендуя ее до правовой статус северного кипра вот уже 50 лет непонятен можно конечно говорить что завтра эту территорию как государство признают все можно наоборот говорить что завтра мир перевернется и произойдет объединение мое ощущение я конечно не политик не произойдет ни того ни другого и вот это некая серая но вполне комфортабельная для жизни зона это плюс для очень и очень многих тех кто не хочет светиться не хочет к себе повышенного внимания влияние турции на жизнь непризнанной республики она огромна но также велико влияние например англичан и в супермаркетах хорошего уровня британские продукты итальянские вина представлены в изобилии продаются по более чем умеренным ценам а англичане немцы скандинавы еще большая примета местного ландшафта чем россияне или украинцы также северный кипр это открытие нового рынка для нас это европейский рынок сейчас очень активными покупателями на северном кипре стали европейцы потому что очень гибкая обложение система налоговая есть на продажу на покупку на аренду плюс если даже сравнить с греческой частью если сравнить с европейской частью то цены там как минимум 10 раз дешевле и на проживание также и на недвижимость ну в 10 это александр конечно загнуло думаю раза в три в некоторых случаях в пять но вообще цены здесь выросли очень резко я помню еще пару лет назад объявление в новостройках за 30 40 тысяч фунтов сейчас новое жилье это минимум 80 а в большинстве случаев 100 тысяч евро и выше в ближайшие недели на нашем канале выйдет многосерийный проект о северном кипре о том как сегодня живет это место с трагической в общем-то историей поэтому подписывайтесь на наши обновления через неделю встретимся и продолжим в том числе кипрскую тему всем мира и безопасности до встречи